Ну, смотрим, что за сутки получилось с машиной. Будет ли она обдираться? О, слезает прям так. Сейчас я что-то возьму такое, типа шпателя. Да, наверное, щеткой даже будет. О, вот и щетки даже слезает. Сейчас я обдеру все это, старую. Но отлетает только так. Можно с помощью ручной щеточки, вон она отлетает. Но я вот эту буду использовать, с ней быстрее. О, до голого металла. А то щеточкой этой шоркать можно. Краска мягкая стала. Отлетает только так. Ну вот, пять минут работы болгаркой. И почти все очистил. Без хаустика я бы чистил бы, наверное, непонятно сколько. Сейчас я щеточкой, щеточкой, где не подлезу, почищу. И можно будет грунтовать. Шпаклевать я не буду, много чести. Это не автомобиль. Да у меня и грунтовки нет. Ой, шпаклевки, то есть. Грунтовку-то я сейчас съезжу. На велосипеде куплю. Нужно было на машине съездить. Но лень мне на машине ехать. Это надо заводить, за правами идти. Съезжу-ка я на велосипеде. Поехал я за грунтом. Машина первозданного вида. Как с литейки вышла. Лет 70 назад. Поехал в автомагазин. Там даже не магазин, а отделчик есть. Я там наждачку мелкую, там до 2000-х продаю. Но это у меня есть все. Наждачка мне на до грунт. Грунт в баллонах. Метнулся за грунтом. Грунт вот такой. Моби-шелт какой-то. Думалось мне, что сильно подорожал он. По-моему, я пару лет назад брал за такую же цену. 260 рублей он стоит. Сейчас буду покрывать грунтом. Вначале обезжирю. Как положено. Металл. Голый металл. По идее, конечно, тут раковины. Шпаклевка. Ну, много чести. Шпаклевать. Я же не кузовщик. Не буду я ничего тут шпаклевать. Загрунтую и красочкой два слоя. Хорошо взбалтываем. И под углом с расстояния 15-20 сантимов наносим. Так-так-так. Пускай сохнет. Потом буду красить на первый раз. Грунта еще на одну машину осталось. Все. Вот как-то так. Должно выглядеть. Ну, все. Тут, конечно, есть мелкие раковинки вот на самом рукаве. Ну, платформа практически идеальна. Ерунда. Краска еще будет в два слоя. Лак. Красить буду вот такой красочкой. Типа тампона. ну и кисточки для покраски. Подкраски. Все. Сейчас на раз покрашу. Потом через четыре часа второй слой и все. И будет сохнуть неделю. Так что третья часть будет где-то через неделю. Уже окончательная шлифовка и т.д. и т.п. наждачки там выводить буду с водой. И декали и прочее. Ну, сейчас на раз покрашу. Засниму еще, что получится. на раз прошелся. Теперь пауза от четырех до шести часов. Первый слой сохнет. Потом второй слой и дней пять-семь. Выдержка, потом уже окончательная шлифовка. Так, на сегодня все. Второй слой я, конечно, не буду показывать, что тут то же самое. Только более более тщательно нанести краску. Не более тщательно, а побольше краски. Потому что будет выводиться потом, шлифовать. Ну, я покажу, как с водички. Там тысячной, двухтысячной наждачки. В общем, как кузовщина у автомобиля. То же самое. Субтитры сделал DimaTorzok